Путин шантажирует мир газом и нефтью. Начнем с этого, с нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны. Но российский диктатор забыл, что незаменимых нет. Россия может потерять 135 миллиардов долларов или четверть своей экспортной выручки за год из-за энергетического эмбарго. Запрет на импорт российского газа совместно с запретом на импорт российской нефти будет серьезным ударом по бюджету Российской Федерации, по торговому балансу и, в принципе, по финансовой проможенности России. Первыми запретили импорт российской нефти Соединенные Штаты Америки. Сегодня я объявляю, что мы нацелены на главную артерию российской экономики. Мы запрещаем импорт российской нефти, газа и энергоносителей. Вслед за Америкой запрет на импорт энергоресурсов из России наложила Великобритания. В том числе и на газ. Британия планирует полностью отказаться от поставок из страны-агрессора до конца 2022 года. Вся Европа идет по этой траектории. В то же время Канада увеличивает экспорт своего газа, нефти и урана, чтобы помочь европейским странам поскорее отказаться от российского импорта. Я очень рассчитываю, что наши европейские партнеры сейчас очень активно включатся в то, чтобы уничтожить для начала хотя бы монополию Газпрома на рынке. Первая страна ЕС, полностью отказавшаяся от кровавого российского газа, Литва. С начала апреля экспорт энергоресурса в Литву равен нулю. Они оказались абсолютно готовы к этому отказу, потому что у них, во-первых, есть их собственный терминал LG в Лайкеде, который отлично работает, а во-вторых, есть газовая труба в Польше, которая позволяет из Польши тоже получать газ из остальной части в европейской газотранспортной системе. В ближайшее время к Литве присоединится и Финляндия. Страна готова быстро отказаться от российского газа. Об этом заявила премьер-министр Санна Марин. Что касается Финляндии, которая до последнего времени, кстати, была абсолютной зависимостью от российских энергоносителей, просто абсолютной, то вот как раз финны образец того, что ну как можно быстро и эффективно искать решение для отказа от зависимости от России. В то же время наиболее зависимыми от российских энергоресурсов среди стран ЕС остаются Нидерланды, Германия, Италия, Польша и Франция. Еврокомиссия действительно интенсивно и слаженно работает над тем, чтобы максимально быстро Европа смогла сказать «Газпрому нет». Где найти замену? Италия уже приняла решение. Например, треть российского газа, поставляемого в Италию, ежегодно может быть заменена растущим импортом из Алжира. Премьер-министр Италии Марио Драги вскоре отправился туда для подписания нового соглашения. Италия продемонстрировала две вещи, опять же. Во-первых, решительность, то есть они готовы это делать и готовы жертвовать деньгами достаточно существенными и в какой-то степени комфортом своего бизнеса и комфортом населения ради того, чтобы сократить потребление российского газа и сократить быстро. А США к 2030 году увеличивает дополнительные поставки сжиженного газа в Европу до 50 миллиардов кубов в год. В Европе построено достаточно терминалов, которые готовы принимать сжиженный газ. Штаты уже увеличили поставки и доля России снижается. Реальным конкурентом для России является Иран. Страна занимает второе место в мире по залежам газа. И именно возобновление экспорта голубого топлива из Ирана может окончательно похоронить российскую экономику. Американский, катарский, ближневосточный газ будет играть большую роль в замещении российского газа. Увеличение Ираном добычи нефти всего на 1 миллион баррелей в день позволит стабилизировать ситуацию на мировом рынке. Объясняют эксперты. США проводят переговоры с Иерусалой и с Ираном. И совокупность этих факторов даст возможность покрыть тот объем нефти, который транспортирует Россия. Вопреки мифам кремлевской пропаганды, Россия на самом деле не является основным игроком на нефтяном рынке. Она обеспечивает всего 11% мировой добычи. Ее обгоняют Саудовская Аравия и Соединенные Штаты Америки. Не менее важным на энергетическом рынке является Венесуэла. Она занимает первое место в мире по залежам нефти и восьмое по газу. Власти США уже начали переговоры с лидером страны Николасом Мадуро. Ведя эмбарго на импорт нефти из России, важно иметь альтернативные источники поставок, которые сегодня страны обсуждают увеличение. В случае снятия санкций Венесуэла сможет увеличить экспорт нефти до 1,3 миллиона баррелей в сутки. Это вдвое больше, чем страна экспортирует сейчас. Таким образом, очевидно, России действительно есть чего бояться. За 2021 год Россия наторговала энергорасителями на 261,8 миллиарда долларов. Из них более половины – это прибыль от продаж в Европе – 135,5 миллиарда. И в случае полного эмбарго на энергорасители Россия потеряет весь этот доход. Если мы отрезаем эти доходы от российского бюджета, то бюджет по сути рушится. Потому что более 35% бюджетных источников потерять – это для любой страны, включительно с Россией, катастрофа. А для страны, которая ведет войну и при этом полностью находится под санкцией – это гарантированная катастрофа. Теоретически увеличить продажи газа можно было бы на рынок Китая. Но проблема в том, что вся логистика поставок с газовых месторождений РФ настроена на Европейский Союз, а не Китай. А переложить трубопроводы – дело не одного года. Эмбарго еще нет, а покупателей уже тоже нет. Потому что достаточно большое количество бизнесов просто отказываются покупать по нефтепроводам российскую нефть, считая ее кровавой. Если вы скважину закрыли, то есть она перестала подавать на гараж, что называется, продукт, это почти наверняка она умерла. И чтобы снова возобновить процесс добычи в том месте, где это происходит, нужно огромное количество различных технических действий, очень дорогостоящих и технически сложных выполнений. Похожий процесс уже начался в сфере угледобычи. После полного запрета на импорт российского угля, Российской Федерации надо срочно найти покупателя на 80 миллионов тонн угля в год, что в принципе нереально. Так что вскоре в Российской Федерации начнут закрывать шахты и увольнять их работников. Безработица расти будет, а бедное российское население привыкло, согласно социологиям, терпеть. Грядет экономических крах целых отраслей. И все это из-за маниакального желания Путина захватить Украину. После начала полномасштабной войны в центре Европы энергетический шантаж Путина играет уже против всего российского государства.